ну что ребяточки я в игре через три минуты услышите меня будет круто ну и помните что можете поддерживать меня и мой канал естественно по разными способами вот спасибо всем кто сотку на киеве прислал так и не написал как у тебя так наверняка оставил тут куда-нибудь что-нибудь свет может пока выключить ну что смут против зеста сейчас начнется у нас на team liquid stream добавлю свой пожалуй я сейчас и 1 4 5 и Так, ребят, ну что, все здесь Все заходят Конечно, на такие матчи стримеров Очень-очень много всяких Приходит, не расходитесь Все будет из игры, наоборот Будет все очень-очень круто GSL идеальный тайминг Просто кончилось За 2 часа разгромил, собственно говоря Тивайк Юра 4-0 Вообще, очень уверенная победа Что ни говори Данную запись выложу на YouTube Естественно, здесь Из игры официальная стример GSL сейчас выложу Тоже, кстати говоря, нужно выложить его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, здесь против снута началось Сейчас я, ребятки, выложу GSL Сейчас ФП от 10-го посмотрите пока Плюсуйте запись, пожалуйста, GSL Такой, чтобы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, записи выложил на YouTube Что-то плюсы, я вижу, неохотно как-то ставятся Так, ну что, Magic говорит, что у него поток дропнулся, например, После переподключения, после выставления задержки Когда 3 минуты задержки происходит на KG-плеере То это дом труба шатал, мамку в гости звал Вот, тогда полный пи, но у меня, слава богу, пошло все с первого раза Надеюсь, когда-нибудь уже это все починят Гейты у Деста, здесь пилончик будет, и здесь будет выход, собственно говоря Мне нравится где-то здесь выход больше оставлять Здесь гейт, а здесь пилончик стоять Но с другой стороны, ну, кажется, с другой стороны тут плюсы есть и в этом билде тоже Абсолютно адепты тут вдвоем сейчас вперед пошли Я с их вместе собрал, что вообще убито? Одного дрона подрезал адептам вот этим здесь, насколько я понял сейчас Кстати, надо переименовать сейчас Будет стрим адептов, пытается Снуд развалить Адепты уходят, сейчас домой Деста, умел уйти Линги на муве, третий ухак Снуд ставит Два старгита запилена сейчас Линги прибегают, адепты их встречают, отгоняют Забыл стрим переименовать, прошу прощения, ребят Теперь все переименуем Так, заказан Роуч Воронус, ну-то 37-42, парабам, здесь плюсы уже В каком-то, ну, хотя это стандарт КАЗ Третьего выходит, сервер, естественно, американский Феникс им пытается здесь найти Вот Вовера находят сейчас первого Ну, Деста адептами, девятью штуками тут рядом ходит У Снуда два Роуча запилена сейчас Лингов у Снуд достаточно много Нужно окружать адептов Че Линги-то там стоят? Снуд вообще никак не реагирует Он решил Зеста развести Здесь не разводится, кстати говоря Зест понял, что здесь что-то не то Роучи строится Возможно, это, кстати, будет пуш какой-то Королева Роучи Королева Реводжера Линги Сейчас посмотрим Если этот пуш будет через узкий проход Естественно, он будет идти вперед Роучи все строится Строится, ну, газа очень много подкопилось Да, похоже на такой именно пуш Сейчас со стороны Снуда И будет он все-таки не через узкий проход Пуш идти, а через дальний Адептов Снуд видит Так, ссылку Повторяю ссылку Все, 10 плюсов уже есть Спасибо всем Смотрите, кто не видел GSL еще Быстро оно сегодня с ним прошло Но зато идеально на Кунь-Ку-Кап успеваем Дизест будет биться со Снудом А Солар будет биться со Статцем Два ПВЗ Очень крутых Но здесь явный фаворит кореец Конечно, против Снуда Ну, Снуд-то обычно не сдается корейцам без боя Треть Некс пытается отменить Отменяет треть Нексу С лингами уходит Адептов у Зеста, правда, все больше и больше Фениксов уже очень много Как-то у него стало Передумал Снуд кушать идти Королевами Роучами Не лингами Нужно больше королев Но у Зеста-то Фениксов Смотрите, 9 штук уже Королев 7 Сейчас на пофиг уже Подспорки, я так понимаю Здесь начнет врываться Полетает на пофиг Подспорки Королеву разбирает И сейчас Спорка демеджит Кеш Фениксов Но убить не может Крипом соединяет Снуд В итоге вторую Все-таки с мейном 112-108 по лимиту Адептов все больше и больше Их уже 20 штук Ё-моё Как они могут ворваться Тут Снуд Снуд здесь может развести На самом деле Пошли реводжеры Девять штук Сейчас может Снуд сразу Лингами камни Грозет Здесь пролетает Энергию на лингов Тратить не хочет Получается Адепты выходят В контур забегания Какое сейчас Или не выходит Спорка под камнем Прям копается Криптумор вперед Двигается от Снуда Королевы заходят Сейчас здесь Собирается в размин Еще реводжеров Снуд морфит 135-122 По лимиту Адептов Снуд палит Сейчас Ну не собирается В рот Так Здесь лингами Что-то бегает Зачем он лингами Бегает своими Я не пойму Фаерволы по адептам Со стороны Снуда Пошли Ну зачем он разведет Сюда Зест Врываться Даже не пытается Иди ты да Атакуй его уже Пытайся По лимиту Вообще сравняли Сейчас Задача Зеста Какая Варп Так Королев очень много Задача Зеста Врываться не будет Задача Зеста Просто иметь Феникса Столько чтобы Королев законтрить А дальше там уже Дело техники Врывается адептер Кривовато Я бы сказал Они врываются Сейчас Фаерволы попадают Роучи гранят Линги тоже неплохо Здесь прессуют Заходит Снуд отбиваться На кайграунд Отбивается Достаточно легко Здесь Снуд Я бы сказал Королев пытается Задача Зеста Убивать Королев Поддержал ваш канал На сумму 50 рублей Ровно Всем привет Братцы Кажется дождик Намечается в столице Королев Здесь Снуд Не транслюзит Но все равно Посмотрите Адептов на халяву На мэй не убрал Фениксы Что то все В мясо демеджены Вот наконец То и транслюзы Пошли Здесь еле еле Снуд отбивается Вроде как Реводжеры Хуют Реводжеров Поднимает На халяву Роуч Сейчас один заходит Поскольку Евгми Спасибо Вот Дождик У нас Что то все дни Дождик идет Врывается Снуд Уже через узкий Проход Сейчас Своими Королевами Роуч Реводжерами По боевому Лимиту В явном Плюсе Что есть Удетство Три адепта И 15 фениксов Все Королев Здесь правда Начинает фениксами Громить Снуд Как бомж Вообще реально Ходит Здесь Не пытается Через атаку Королев Послать Не транслюзить И пытается Ну что Меня сейчас Пригорнет Вообще Ну это Зезд Конечно Требовать От Снуда Чудес Я не хочу Ну что за Контроль Такой Никак Снуд Таким Не страдал Просто Ущербностью Боится Идти вперед Что он боится Я не понимаю Ты пушить Собирался Просто Да к пуш Иди Что ты сидишь Дарков Каких то Видимо Снуд Забоялся Я не понимаю Что Снуд Здесь сидит Реально Вроде Не Дарков Предпосылок Нет Хотя Учитывая Столько Фениксов Дарков Надо опасаться Зезд Мог бы Просто Не показывать Тупо Например Да Там Стягивая Снуд Сейчас Роучи Реведжеры Королев Не берет Почему-то Вперед Феникс Уже 18 штук Сейчас 20 Их будет 20 Против 9 Королев Разгромят Вообще Все В мясо Здесь Роучи Реведжеры Стоят Под одной Споркой Их Ничего Не спасет Ну все Снуд Вместо Того Чтобы Пойти Когда У него Было Преимуще Просто Хорошая По лимиту 40 После Того Как Зист Отдал Десят Эдертов Например Или До Этого Еще Снуд Сидит Просто Зажавшись Под Спорками Как Вот На Этой Картинке Где За дверью Там С топором Проламывается Сидит Ждет Зеста Пока Он Его Убьет Зайдет Наконец То Убей Ты Зест Этого Три Соточника Снута Что За слово Такое Не знаю Я Придумал Ну Трясется В общем Который Снут Сидит Такой Сгенерилась Просто Линкед Что-то бегает 160 127 Инфестеров 5 штук Ага Снут Хочет С инфесторами Видимо Фениксов Поймать Поймет Ли Это Зест Или Нет Хороший Вопрос Ну Как Вариант Как Вариант Инфесторы Правда Без Энергии Будут Выходить Вот Надо Таких Инфесторов Надо 150 Пожалеть Не Пожалеть Точнее А Потратить И Тогда Инфесторы Выйдут Сразу Фениксов В таком Стэке Хоп Словил И Ничего Не Сделать Вышли Уже Пять Вот Они На Третьей Стоят Видел Зест Наверное Видел 170 138 Снут Я Что-то Критикую А у Снут Лимит Хороший Но Опять Если Снут И Этот Лимит В этот Раз Будет Сидеть Не Применять То же Самое Произойдет Со Временем Просто Так Адепты Пытаются Ворваться Снут Смувом Уже Роуча Между Прочем Зест Это Кажется Понял Три Адепта На Муве Сливает Благополучно Сейчас Инфесторы Уснут С Энергией Нужно Выходить Вперед Снут Будешь Ты Выходить Заходит Зест Телепортирует Зачем Сюда Адепт Зачем Да Нескороуч Пошли Остальными Вперед Иди Прилетает Зест Где Инфесторы Все Вот Они Сбоку Ходят Микос Пошел Хороший Микос Фаербол От Снута По Фениксам Проходят Фениксы Фениксы Где Фаербол Это еще Не законтроливает Снут Вообще Здесь Даже Так Умудряется Как-то Разгромить Снут Сейчас Вообще На халяву Фениксами Инфесторы Падают Королевы Падают 156 122 Сейчас Вперед Пойдет Снут Я не понимаю Или нет Ну Вот Был Микос Фаербол Не хватило Но То Это Не так А кто То Не Так Просто Клохому Танцуру Как Говорится Тут Ничего Не Поделаешь Так Адептов Ловят Роуч Умуд Опять Лимиту В плюсе Все До сих Пор Может Нормально Драться И Убегает Назад Ну Как Ты Будешь Контрить Фениксов Куда Ты Назад Ты Убегаешь Ну Что Ты Будешь Делать Да Абсолютно Верно Не Дарков Снуд Боится Азеста С порками Обнестись По периметру Вот так С порками Надо Обнестись Все И четвертую Пытаться Поставить Сейчас Так Азест уже Тут наглее Что-то Вперед Что-то Два Роба Добавляет Адептов 18 штук В отфере Давайте глянем Так Сейчас Я хочу Что-то Сделаю Ергми Спасибо За Пал Тиш Шочек Тут Экшон Идет Уже Ну Пока Азест Не принимает Бой Слава Богу А то Это Был бы Фейл С моей Стороны Ну Что Адепты Где-то Здесь На Хайграунде Расположились Снут Опять Снут Много Лимита Но В итоге Так У Деста Все-таки Имморталы Добавляются Сейчас Секундочку Ребят Я Столкнулась Противника Снут 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 Стрех Бас Тут Уже 10 Инфестор Какие-то Вайперы У Снута Пытается Все еще Здесь Развести Вот Вот Здесь Грейды Делал Был бы Молодцом Снут Не делает Грейды Блин Блин Такой микс Законтролить Это просто Что-то На самом деле Снут Умеет Контролить В принципе 13 Королев Плюс Один Есть Грейды Здесь Нужно Королев Брать Уже Идти Куда-то Вперед Здесь Имморталы Ходят Сейчас Там Архоны Бут Чаржа И все 200 Лимита Снут Ну с 200 Ты хоть Выйдешь С 200 Грейд Выйду Вроде Как Снут Пошел Инфесторы Вперед Реводжеры Роучи Все это Двигает Вперед Инфесторы Так Имморталы Подходят Адет Подходят Снут Что-то Боится Все еще Королевы Где-то Сзади Королев Забыл Контрола Давайте Глянем Кстати Говоря Какие Уснута Контрола Интересные Уснута Контрола Так Что за Френь Все Я За Чем-то Контролем Поставил Сейчас Так Королевы Вайперы Смотрите Все в разных Контролах Инфесторы В отдельном Контроле Снут Иди Ты Вперед Ты Уже Ну Надо Инициировать Ты Двести Тебя Лимита Королев Вперед Веди Что-нибудь Делай Взад Вперед Снут Бегает Реводжеры Пошли Реводжерами Усиливает Микс Фаерболов Хочет Больше Сколько Сейчас Реводжеров Ну да Сейчас Их будет Там 20 Плюс Штук 22 Штуки Ну пожалуйста Дождался Дождался Фидбэков Здесь Уже Подходит Психот Штурмовиками Фидбэч Инфесторов Иммортал Все Больше И больше Ну все Снут И даже И здесь Отдается В итоге Похоже Или нет Снут Будет Драться Нет Я не понимаю Что происходит Вайперы Где-то Сзади Ну на Аклики Ну зайди Всем Дерьмом Хоть Что-то Успеешь Выкинуть Хоть Какие-то Касты Фаербол И по Фениксам Пошли Четыре Феникса Снут Сейчас Сбривает Фаербол По Мазер Пуру Сейчас Проходит Инфесторы Кидают Сейчас Энергию Зеленка На Фениксов Там Какая-то Пошла Фаербол По Адептам Фаербол По Иммортал С разных Сторон Заходит 7 Иммортал Уже Узи Роучи Разгромлены В кашу Просто Но Королевы Все еще Живут Реведжеры Зовут Инфесторы Накидывают Инфестор Терминов Зест Медленный Варши 96 146 Неужели Все еще Продавить Может Здесь Я пока Не понимаю Вайперам Энергию Соточку Зеленку Кинуть На Иммортал Они Вообще Бесполезны Сейчас Битвы Были Вайпер Залетает Фидбэки Новые Идут Реведжеры Странно Дерутся Инфесторы Терминов Сейчас Решают Очень Неплохо Здесь Архончик Морфит Саузеста Не понимаю Разгромят Королеву Или нет 78 144 Лимит В 2 раза Больше У Снута Ну блин Микс Какой-то Стрёмный Одни Имморталы Королевы Здесь Одни Точнее Королевы Реведжеры Здесь У Зеста Имморталы Правда Одни Остались Снут Расплодил Крип Сейчас Заходит На хг Здесь Один Иммортал Который Моментально Падает С тримировочами Нет Не падает Снут Взад Вперед Бегает Как он Боится Как он Что он Делает Ну Ну зайди Ты Что ты Вообще Что за Контроль Такой Корейцы Смотрят Там Наверное Угорают Вообще Что происходит Вообще Не понимают Приди ты На оклик И убей Уже Нет Никак Довар Вот здесь На хагран 90 152 По лимиту Роучер Реведжер Королевы Где-то Сзади Здесь Еще с двух сторон Пытается Снуту Тут отжать Но Все-таки Снута Больше Сархончик Доделается Сархончик Боится Пытается Всеми силами Как-то Тащить Здесь Но Все-таки Снута Много По лимиту И четвертую Снут При этом Еле-еле Как-то Занял Блин Такая Напряжометр Игра Вообще Не то Что Снут Одну Карту Или Парочку Может Взять Тем более В онлайне На Америке Это Факт На самом деле Иммортал Притягивается Еще Один Иммортал Падает Королеву Здесь Зилок Поломал Здесь Новые Зилки Доварпливаются Трансюз Закончается ГГ Пишет Здесь Все-таки Один Ноль Снут Вот это Да Ну Снут Кудесник Блин Я переживаю Больше Чем Снут Он Взад Вперед Ходит Что-то Там Микс Тяжелый Контроль Очень Спору Нету Ну Что-то Ждем Следующую Игру 1-0 Снут Это В5 Напомню Снут Против Зеста И Стат Против Солара У нас Будет Сегодня На Кунг Фукате Пошел Ленвайт Спасибо Ксиаозе 3-4-0», «Кутг» 4-2» Стат Против Продолжение следует... 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 Очередной иммортал подходит. Нужно гейты начинать ломать, конечно. Пойдет Снут вперед. Филдов-то недостаточно у Зеста. Вот, посмотрите. Одного филда не хватает. Бейны заходят в иммортал. Очень жестко. Гидра начинает прессовать. Похоже, вообще на 2-0 пользу Снута сейчас. Снут Мазеркор ломает, ломает все. Вообще здесь гидры очень много осталось. Бейлинги остались. Гейты падают. На третьей базе здесь покупает ГГ 2-0 Снут. Кто это ждал? Не знаю, кто это ждал. Кто-то, наверное, ждал. Ну, по коэффициентам. А вы говорите, почему на Снута там кто-то писал вообще там? На Снута 10-15 должен был быть. Чего на Снута такой высокий? Ну что, напилили на Зеста-то там, да? Это, конечно, еще не поражение, но уже попочка-то сжалась, скукожилась уже. Третью игру ждем, ребят. Снута. Снута. Продолжение следует... 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 Плюс 2 гейта. Здесь жирную такую стенку делает фактически, но пилон опять же не прикрыт. Ну не знаю, опасно это, опять же, от таких пушек, как Снудел, это наоборот очень опасная стенка. Опять 3 гейта, 2 старо гейта, как я понимаю, билд. Да, 22 гейта, что все висит буквально на двух пилонах. На мэйне даже ни одного нет. Вот сейчас первый добавляется. Здесь еще пилон, чтобы контролить передропы всякие. Мув овером делает Снуд, сейчас оверами будет разведывать. Линга мув готов, по рабам ситуация равная пока что. Зест торопится, да, решил слизь. Зест тренит ПВП, поэтому сразу забыл, как ПВЗ играть. Сколько можно всяких отмазок придумать. Просто Снуд хорошо отыгрывает. Первую игру очень сильно нервничал, но все-таки смог затащить, вторую затащил. Не значит, что Снуд сейчас возьмет и выиграет. Может, Зест еще и комбачную здесь. Просто неплохо Снуд исполнил, вот и все. Ну что, Феникс бомбит. Здесь оверов. Два Феникса бомбят оверов. Овера, Снуд. Снуд понял, какой билл. Билл тот же самый. Снуд опять делает Бэйлинг Нест, то есть адептов будет встречать Линга Бэйна. А, или вообще это Бэйна пуш какой-то будет. Лингов-то очень много здесь как-то. Может, Снуд вообще с Бэйнами хотел пропушить? Ну, хотя нет, какие Бэйны. Это был Боул-ин, здесь много адептов, здесь уверчажа. Это было бы провал, наверное, все-таки нужно выходить в то же самое, что и до этого было. Так, Криптумары здесь таят, чуть-чуть тут переводятся. Дроны на третью с газа, что ли. Да, с газа. Королеву поднимает сейчас Снуду здесь. Королева еле живет. Уже второй подъем сейчас уничтожается она. Спорка будет готова, готова спорка. Королева тут уже готова. Криптумары вперед. Адепты вперед подходят. Снуд еще 22 линга строит. Их 50 штук будет сейчас. Адепты к третьей базе заходят. Будет здесь телепортироваться? Да, он телепортируется с адептами. Снуд накидывается. Криво линги-то как дерутся. Заводят с разных сторон. В итоге линги адептов неплохо очень прессуют. Королеву там где-то поднимать, пытается уничтожить. Ну, было бы хотя бы пару Бэйнов. Намного лингов меньше бы погибло. Снуд сольет эту игру на аналоме. Снуд плюс один. Снуд плюс один. Не понимаю, что-то я вот в этих... Как там ставится все это, не понимаю. Снуд плюс один, там еще что-то. Если честно, я не могу понять, что это значит. Пытаюсь понять вот там вот. Так, Бэйлинги заходят. Адептов Снуд пытается минуснуть. Адептов минусует. Хлам вообще всех разваливает сейчас. Бэйлончик здесь на дальней базе. Минусует Снуд пробку. Минусует, напрягает здесь неплохо. Адепты демажные. Несколько штучек. Снуд наломывается. Минусует четырех адептов. Оверчаж кончился. Еще три адепта падают. Неужели это 3-0 Снуд? А похоже на то. Бэйлон падает раз. Бэйлон падает два. Пробегает внутрь-то. Вот же проход же. Вот он рукой я показывал. Снуд не пробегает внутрь. Дома Гидроден дождался варпа. Три адепта варпанулись. На третьей базе пилончик. Нужно минуснуть его сейчас. Ну не спецом. Просто Снуд знает билд. Зачем с Есту сливать там 7000 первое место, по-моему, баксов на этом турнире. Если мне... Хотя нет, наверное, с каким-то другим путаю. Какой там призовой на кунг-фу у нас? Сейчас посмотрим. А, там если на 0 выигрывать, там вообще призы увеличиваются. Около 9000 за первое место. Долларов можно выиграть, если с нулем финал брать. Ну Снуд уже за нули вот эти получают призы. То есть он тут на каждой стадии, за каждую карту какие-то наценочки, собственно говоря. 66-44 парабам. Еще пока нет. 3-0, но ситуация для Азиста критичная. Фактически критическая, я бы сказал, не критичная. Лингов пропускает сейчас. Снуд не стал догрозать этих. Тому, кто-то решил, что не надо догрозать. Здесь 2 бэйна в наглую, прям на мейне морфик. Против лингов бьется. Бэйлинг, против пробок бьется лингами. Успеют бэйны доморфиться? 6 пробок минус ну. Не, не успеют бэйны доморфиться. Похоже на то. Хотя не один успевает и Снуд врывается. Бабах-то будет? Куда ты пошел-то? Взрывается. Можно было, пока поля не зарегенились, что-то убить. Но Снуд не смог убить. Адепта на третью опять же приходит. И у Снуда не хватает что ли лингов? Лингов хватает. Гидра здесь есть. Бэйлинги есть. Бэйлинги хорошо взрываются. Гидра хорошо здесь все прессует. Гидры очень много. ГГ пишет. Здесь 3-0. Снуд, что творится в этом мире вообще? Если на счет на 3-0, приколите, запилить вообще на Снуд. То есть это же просто чудо было бы. Это джекпот. Короче, ждем продолжения. Солар против статса сейчас будет. По статсула на Корею. Погнали. Сложно сказать по статсула на Снуд 3-0 детства. Это же что-то просто. Спасибо Вердот за точную дату шоу-матча. Главное, что там никаких турниров не было. По второму матчу у нас как получается? Статс против Солара. Статс фаворит. Солара хороший коэффициент. Солар в онлайне хороший. Я думаю, что статс должен побеждать. Хотя Зестс так слил. Может Солар тоже подготовился. Не, не буду перепилить, ребят. На Солар может запилить. Но серверы у них одинаковые. Статс Солара обыгрывал недавно на Старлие. Но у статс такой же билд, как у Зеста. Солар смута знает. Не знаю. Посмотрим. Давайте на Солара. Перспективно на Солара будет. Но, ребят, ничего не могу утверждать. Здесь 50-50, но коэффициент на Солара хороший. Как по мне, вот так примерно. Но может быть и по-другому. На ставку больше заработает. Ну, Лайф уже заработал там на ставку, да, побольше. Прокурор добавил немножко еще. Пацаны там еще некоторые заработали. IPX Zerk, он же Сейвер, разработал в первом Старграфте. Тоже нормально на ставках. Ну, сам я не понял, в чем там прикол. Поехали. Продолжение следует... Согласен, что-то... Ну, Снуд он всегда был каким-то странным игроком в этом плане. То он на ИМах каких-то американских, там, Классика, Сиджи Хиро, когда они на подъеме там по 2-0 шатал, то потом какому-нибудь Евробичу сливался. Как бы это стандартный Снуд, как бы... Вот. Например, у того же Хэп такого уникания было. То есть он в жизни бы не выиграл в Азеста, но он в жизни бы не проиграл какому-нибудь там еще такому. Не знаю, где здесь плюсы-минусы, но Снуд... Снуд-то иногда тащит, как бы... Захожу в игру... Так, на звук рубить. Так, на звук рубить. Так, на звук рубить. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Стат Сулар в игре... Скоро всё будет начинаться... Так, водички... Сейчас звуки задают опасные... Продолжение следует... Хороший коммент РВС Рай с чатиком... Евро у кого-то подгорело походу... Продолжение следует... 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 Ну что, поехали! Наконец-то SolarStats начинается. Я пока там проверяю, что и где происходит. Смотрю, что у нас дальше. Делать, чтобы дальше постримить. Получается, у нас Alim Aliga через 55 минут. Это финалы апрельские, я так понимаю. Можно посмотреть их, эти финалы. По времени, я вообще не понимаю, что там да как. Состав интересный. Зергов перебором, правда, но есть реалити тиран. Есть сидпропс, танк-танк еще тиран есть. И я увидел это. Ну что, опять карта первая. Резня на Кархале у нас. Солар против Татца. Надеюсь на более интересную борьбу. Пользователь Евгм активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Евгми. Спасибо всем за премиум и за поддержку, ребят. Ну, на Солара тут коэффициентик хороший, конечно. На Солара заманчивый был на вот этой карте. Ну, не знаю, насколько способен он затащить. Но учитывая, что Снуд с детства так разограмил, а не тиммейты, как бы. А Солар с зеркта уж посильнее, чем Снуд. Я думаю, что вполне может он. Так, секундочку, ребятки. Солар хотя бы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да гейт-то чё? О чём речь-то? Паранойя последнего времени... Ну, если чё-то есть, то там поймают... Многие уже погорели на этом на самом деле... Здесь третий некстус остаться... Камни повалил... Гейты добавляются... Старгейд-1... Билд-то, кстати, не такой, как у Зеста совсем... Устаться... Так, отбегают ринги сейчас... Четвёртую хату ставит Сулвар... Парабан... Роба форжа у нас здесь на второй базе у стац... Третий некстус начинает раскачивать вовсю... Камни завалены... Здесь у нас фениксы бомбят тех оверов, которые подставились... Так, надо, кстати, стрим переименовать... Ребята, я дико извиняюсь, что отвлекаюсь... Бывая, у меня же там Смут против Зеста стоит... Надо же стацовар поставить... Ну что, вроде всё сохранилось... Отлично... Статс Харасит летает... У Сулвара уже четвёртая хата готова... У Сулвара Спайр почти готов... Чё, он прям под фениксами будет мутку строить... Ну не знаю... Шесть дронов здесь у Сулвара... Один Криптомор вперёд двигается... К Силнаку контролит ближнюю... К статсу, прости, тоже контролит у статса... Третий Некс уже почти... Полностью раскачан... Только на газ осталось рабочих направить... Тут он полностью уже становится раскачан... Сейчас и на газ направляет... Три Гейта здесь... Потуночки ставят... На мэйне ни одного пилона нет... Сейчас два новеньких запилено... Пять Караптеров... Один Муталис закан... Здесь Призма прилетает четырьмя Силками... Прямо на четвёртую хатку... Здесь есть Слинги... Силков дробить бессмысленно... Фениксы всё ещё Харасит продолжают... Дронов двое штучки и минус... По потерям... Одного адепта потерял... Здесь вон сколько всего потеряно... У Солора... Но он тем не менее... Зажимает СЗ... И развивается вполне успешно... Сейчас вылетят Караптеры... Начнут Фениксов бомбить... Один что-то вылетает... Солор понимает, что один... Он не может быть где-то наверняка... Сейчас прирост... Ещё Караптеры летят... Так... Мутка Караптера... Прямо от Солора... Ну карта такая интересная... Для Мута Караптера... Кстати... Тут... Она очень большая... Можно пытаться... Прохарасить... И да... Мутка пошла... Плюс один на Армор делается... Мутааревским Караптером... Всё это двигается вперёд... Так... Залетает Солор... Начинает бомбить камни... Мутааревскими Караптерами... Можно вон... Пилон описать... Было бы Зелёнкой... Например... Попытаться сейчас... Но не спешит Солор... Этого делать... 149... 119... Пятая хат... Ставится... Экономика замечательная... Здесь Рейндж Фениксом... И плюс один заказывается... Пятая хат... Уже Слинги грызут камни... Надо что-нибудь оставить... Вон... Сталкера оставишь... Мутка прилетит... Заберёт... Легко сейчас... Так... Если Тноршу... Заберёт... .. Ну, А-это ты на셔서... шепелел. А никнейм писать-то да. Так-то мне-то легко. Ну что, Муталиск шатает пилу на караптер, с фениксами бьются. У фениксов рейндж они строчат, как из пулемёта вообще, с рейнджом, посмотрите. Бедному оверсиру напекает просто голову сейчас караптеры на разворотчике. Муталиски на разворотчике бой принимают, но не надо на фениксов лезть, здесь ещё сталкер 148-175 по лимиту, ещё пять караптеров запилено. В это время с призмы мэйн шатает у нас статс, линги с Солара возвращаются домой, линги зилку пытаются принять, но пул будет уничтожен, особенно если Солар будет стоять вообще сейчас так, а он стоял вообще зря. Пул восстанавливает моментально, грудлинги помогли лингам справиться с зилками. Так, здесь линги пробили камни, линги минус, но для последующих забеганий будет подрешать. Пользователь Флем активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Флем, ребят, спасибо всем. Сегодня много Старкрафта нас ожидает. Жаль, из игры не весь, конечно. Ну, GSL из игры не получится никому стримить, у них там своя тема. Вот, а вот кунфукап получится. Правда, от бейстрейвецкий турнир тоже, чтобы пристримить, но там интересные финалы месяца, там корейцы тоже бьются, как бы можно посмотреть. Игры будут наверняка, может быть, ставки будут везде. Интересно будет ставочникам. На оверчаже Solar далеко слишком полезно. Ну, 180-130. Кстати, Solar можно эту ситуацию было бы закреплять вот грейдами, вот на этих чертенков маленьких на лингов, и вообще бы было бы замечательно. Просто в итоге свич делать в линга там каких-нибудь ультралов, уже пятая база начинает у Solar добываться. Он лезет вперед. Ну, я говорю, Solar перспективный, как и в центре здесь товарищ. В онлайне он круто отыграет все время. Статсу очень большое усилие стоило обыграть Solar на Star League, которая не так давно закончилась. Плюс статс здесь там в команде, а Solar очень хорошо смутно знает, например. То есть, как бы тут может быть такое дело. В общем, зеленки характерами нет. Ну, хотя, если они зеленкой начнут поливать, фениксы их бомбить на халяву смогут убивать. Сейчас так, делки бегут, делки отдаются. Муталис и линги новостроятся. Гидра, Дэну, Solar. Ага. Кстати, да, кстати, да. Свич в линга, точнее, в гидру более перспективный, чем в лингах, потому что там и всякие, и эти, и архунчики есть против лингов и все дела. Вот гидра будет неожиданной, тем более, что против фениксов она эффективна будет. Но гидре бы тоже не помешало бы грейды делать, и даже с двух эволюционов можно было бы выпить, что у статса запас по ресурсам всегда есть в этой игре, абсолютно. У статса просить, у Solar, конечно. У статса тоже есть, но у статса в четвертой них даже занять нормально не может. Архонов выводит, у него даже нет на плюс три сейчас ресурсов особо. Так, линги муталиски прилетели, спалил трех архонов, сейчас Solar понимает, что опасно лингами одними заломиться. Но сейчас гидралиски придут, и можно через эти камни будет спокойно абсолютно ворваться. Так, мутка караптера на Мензеле, это можно шатнуть сейчас просто сталкера по тонку и зеленкой там Nexus какой-нибудь шатнуть, или Fleet Beacon, например. Ну, Fleet Beacon тут от него толку особо нет. Раньше уже готов, раз, что третью атаку не сможет разве что сделать. У нас статс шатает муталиски, караптеры на внимание все сейчас держатся, чтобы муталиску прикрывать, если что. Так, камни тут шатают у нас. Solar почти пробил камни, но почти не считается. 26 хп осталось. А здесь гидролинги заходят на четвертую. Ну, такая карта, где идеально развод. Блин, у Solar чисто сейчас по-зерговски играет, и очень круто у него получается. Смотрите, в разных направлениях просто берет и шатает оппонента своего. Вырывается гидра на СГ, под фотонки не лезет, а зачем на шесть фотонок лезать? Шесть фотонок во втором StarCraft это серьезно. В первом такая же гидра там двух раз расшатала. Здесь прилетели фениксы, гидра просто в фарш превращена, сейчас сделки даже стоят, просто репу чешут свое, ничего и делать не пришлось даже. Здесь вот зато муталиски с караптерами шатают мои. Леньги проблевают камни, четыре архона, это реально сильно сейчас можно много юнитов потерять. Solar предпочел не драться, еще 20 гидралов и выход в люру идет. Четвертый Nexus здесь живет, это хорошо для статса, но он постоянно на 120-130 лимита живет. Lighten Cup будет не сегодня, насколько я понимаю, он будет завтра. Архоны были уничтожены, 126 по лимиту. Потери давайте глянем в этой игре, потери ZRG чуть выше, но экономика гораздо сильнее. Добыча вот на данный момент 2k на 2 500, 800 газа на 1600, газ в два раза больше. Единственное, что Solar конечно можно было бы уже вон здесь где-то шестую базу ставить, но он на пяти пока сидит, живет неплохо. Кстати, надо твич-то стоп-старт было бы сделать, чтоб твич поднялся, что-то я... Так, стоп-старт сделал, брошу прощения, что-то забываю я про твич постоянно. Ну потому что то рестрим, то не рестрим. Частный рестрим, дальше впитает его рестрим, потом еще рестрим. Stats пишет GG1.0 Solar. Отличное начало. Так, ну что ж, ждем игру. Да, Кира, вижу, что 2 рубля от тебя. Ну что ж, мне не жалко. Пусть будет так. Да, Лайфинг-то как, не сегодня, в общем, завтра будет, так что... ... 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 карта храма о льдах, но я говорю solar перспективное здесь такое вложение Улга! Здорово, Димос! Да, запись этого будет на ютубе, здесь я из игры стримлю все официально Вот, сейчас solar против stats, потом стоп стар сделаю и на заливочку поставлю. Нервозно там снуд играл, ну как-то развалил жестко там зест одно и то же катал, был наказан за это. Пламешку Так, третью собирается solar ставить, здесь у нас неисус готов, строится зилок, пробочка уходит домой, кибернетчика достраиваются, алявный билд от статуса был конечно сейчас очень, от solar понадежнее, ну третья пошла. Третья получается поздняя Учитывая тот факт, что ницус первый здесь был Так, прибегают линги, solar прекрасно видит зилка, адепт выходит, начинает линга тут ковырять понемножечку, одного минуснул, сейчас и второго минуснет, вот тебе забегался solar, два линга потеряла. Абсолютно не критично, но 50 минералов-то вложено в этих юнитов было. Один линк приныкался и воскакал. А здесь что? Здесь здание строится, зилок, адепт стоит. Мазеркор вылетает. Вот этот застрой мне больше понравилась, подобная вот такая вот. Единственное что, нужно ли пилон сюда в центр ставить, ну хотя какая разница, все равно проход будет у капилона скорее всего. Минус овер, третий ниту собирается статс, кажется, ставить. Да, вашу третий ниту. Ну, у solar спорочки везде у solar. Обсентабеллент Нест Эволюшн очень похоже на то, что делал снуд. Сейчас делает solar. Ну, феникса отконтроливают, а у линги какой-то тут бежонок. Ну, хей-хей-хей-хей. Ну, феникс отконтроливают, а у линги какой-то тут бежонок. Ну, это разведательная такая группа лингов. Прибегая ко второй базе, здесь Зилук стоит. Ну, а что Зилук, Зилук ничего не поделаешь. Прибегает, видит Солар сейчас третью, Никсус, и убегает лингами. Фениксы шатают газодроном. Погуть пошёл на лингов, Бэйлингов сейчас, Эволюш. Так, этот Бэйлинг у нас есть, естественно. Так, ну, это линга Гидробейна Пуш, судя по всему, похоже на то, что делал Снуд. Задержка 3 минуты ещё, кстати, помните, потому что, ну, официально в игре здесь такие правила, что 3 минуты задержка. 53, 67, парабам, боевые, почему-то, лимит, не указан, не знаю, на вот этой карте. По рабочим Солар, конечно, в плюсе, серьёзно. По лимиту чуть-чуть отстаёт, но сейчас Гидра будет дозаказана, и по лимиту Солар у него всё станет нормально, сейчас он плюс на десяточку уходит. Ну, третий Никсус, статс, конечно, очень ранний, но отмасится, так быстро, как отмасится Солар, он точно не успеет. Сейчас, тем более, именно линга Гидробейна, потому что я не понимаю, чем он собирается принимать. Ну, наверное, стандартными, там, с N3 и сталкеры, и морталы. Файлайт, правда, очень поздний. То есть ни у адепта скорости атаки, ни блинга нет, ничего не будет. Гидре рейндж делается, в Беллинг Несте ничего пока не делается. Гидро рейндж делается. Рейндж Мув Гидре пилится. Феникса сколько? Фениксов 5, вот здесь ставил именно на Фениксов ставку. Да, у статсов совершенно другой билд, у него не масс Феникса, там Зуста Геттофф и Адепта, у него именно немножечко Фениксов в продакшенах остановлен, и имморталы, чарж, делкам, и архончики, видимо, здесь будут, но архивов, темпларов вообще пока даже в продакшенах что-то не вижу. Это может быть опасным, на самом деле. Через какое направление будет статься-то, Солор прийти атаковать через вот эти камни, судя по всему. Почему не снизу, не знаю. Снизу, мне кажется, лучше могло бы получиться здесь. Можно выйти спокойно, вот эти камни пробить, и можно между второй и третьей просто наносить удар. Хорошо так. Так, аксервером видит лингов. Прекрасно сейчас статс. Гидратор сюда бежит, очень много эмитов от Солора. Так, спалил гидру, все, понял, Стас, где находится Солор. Беллинг и морфит. Саму беллингом готов. Новый эллингин все строится. И строится 147 на 160 по лимиту. Что есть у Стас? Один сталкеров, три иммортала, семь делков и три СН-3. Филдов не так уж много, зато много оверчажей, плюс несколько фениксов здесь. Пошел в рыб сейчас. Будут ли беллинги обходить с этой стороны? Да, беллинги будут обходить с этой стороны. Беллинги прямо в эморталах в СН-3 врываются. Ну, Стас, кстати, хорошо бьется здесь. Эффективные размены идут. То есть, армия зерга растянулась очень сильно сейчас. И это может быть чревато для Солора. Расступает немножечко гидрой назад. Линги где новенькие? Лингов новеньких не наблюдается. Ну что, пропушил и решил тормознуть сейчас Солор. Здесь в это время его шатает призма еще на мэне. Почему решил тормознуть? Потому что потенциал пуша очень сильно упал. Осталось немножечко гидры. Линги там погибли все. Беллингов не было, дотекания не было. Еще и гидры часть забыл здесь, не увел. Короче, провал от Солора очередной. И вот этот выход в люру идет сейчас. Привет, Дим. Люркер Дэн пилится сейчас. Ну тут так. Третью атаку передумал, стал сделать и решил армор. Видимо, решил, что до третьей может не дожить. То есть, тут такой контактный бой идет. А армор против бэйнов поможет. В любом случае, делается грейс значительно быстрее. Солора коготь есть на лингов. Атака рейнджовая. И вторая рейнджовая пошла. То есть, сейчас он на люру уже переходит полностью. Ну, ситуация по экономике, вообще по лимиту для Солора, это так себе. Он по лимиту немножечко в плюсе, но по экономике, экономика равная практически сейчас. Здесь очень многое будет от люры зависеть. Призме здесь некуда на мэне сныкаться. Солор его выбивает на халяву, кстати. Статс, наверное, я не знал, что и некуда этой Призме сныкаться. Так, гидралы поднимаются. Идет вперед у нас статс сейчас. Хороший микс. 3-4 иммортала, 3 архуна, зелки, сталкера. Ну, здесь бэйнов гидролингов много очень. 156-155 по лимиту. Будет ли люра в этом миксе? Хороший вопрос. Люркер Дэн уже есть. Можно пару люркеров запилить бы было. Одного Феникса соло разбривает. Двигает вперед. Два люркера где-то, где они? Вот они сзади морфятся. Подойдут уже во время замеса. Получается. Еще одного Феникса отменяет. Здесь у нас Мазеркор висит. У него на два оверчажа энергия есть. Линго гидра... Линго бэйлинги врываются в статс армию. Чуть-то бэйлингов кто подвел, кто отвел. В итоге зелки прыгнули. И тогда бэйлингов новых соло привел. Но в итоге статс хороший сплит сейчас получился. И соло сливает всю армию в мясо вообще. Ревелэйшн на люру. Люра падает в секунду. Сто два четыре, сто четырнадцать. Кажется один-один, ребята. Но никто не обещал Солару легкой жизни в этой игре. Это нельзя 100-0-3 сливаться с нуту. Статс не согласен так. И статс ломает. Солар 1-1. Ну, Солар тоже сдаваться явно не собирается. Да и хочется по напряжению встречу все-таки, а не 0-3 в чью-то пользу. 3-0 точнее. Или 0-3 не в чью-то пользу. Ну, что ходу, ждем. 0-3 не в чью-то пользу. 0-3 не в чью-то пользу. Так, присоединяюсь к игре. Продолжение следует... Чем контрить Маслю Руб плюс Роучи Гидру Затоса? Чем контрить Архона и Мортал Эмикс? Во-первых, делки с чажем. Такой микс стандартный, абсолютно, как обычно просто делают. С двух Роуба и Мортал Эмикс строишь, добавляешь понемножечку туда юнитов. Стараешься до 200 прожить. Ну и желательно Грайды делать хорошо, по крайней мере, с одной фазжи. Лучше с двух. Плюс, очень-очень помогает вот такого микса, если ты добавляешь Оракулу в свой микс. Почему помогает? Потому что Оракулы кидают Ревелэйшн, и топсируют могут фокуснуть, Зергей там Люра-Даза решает, а Ревелэйшн ты никуда не денешь. Продолжение следует... 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 Так, пилончик отменяет Третью запилит сейчас Солвер Опа, Роучворен пошел Обязан ли хороший комментатор Хорошо играть в СК-2 По крайней мере, когда-то он желательно Чтобы играл в него хорошо Не понимал происходящее Но желательно, чтобы и так поигрывал Потому что все-таки не футбол какой-нибудь Ну, то есть Все-таки физуха немножечко другой И там можно быть экспертом, грубо говоря Не играя Потому что там не только Это не индивидуальная игра Там не только нужно знать Как и что там Финты какие-то делать А здесь это очень важно Здесь как бы один на один И нужно психологию понимать Нужно какие-то действия тонкие Потому что я вот сам не играю Иногда и в какой-то момент Не сразу ты поймешь, что происходит А потом, оп, смотришь Ага, значит Казалось, что не по скилу А на самом-то деле по скилу Человек делает наоборот То есть здесь и версии игр разные И патчи, и не только То есть это все тяжело реально Да, земная будет пересечься Посмотрим, что по времени Отменяет стат сейчас Нексус себе сразу же Адепты ушли на хайграунд Роучи линги под пуш идет от Солара Сейчас, кстати, сильно много юнитов сюда двигается Третьей хаты вообще нет Солар решил заулынить Как-то, по-моему, это очень опасно с его стороны То, что он сейчас делает Фаербольчик Есть реводер, фаербольчик Кидает на филд, кидает фаербольчик Уверчажей очень много у статс Здесь Солар прямо на оверчаже Найти ломается Грелка выходит Вэй пишет Солар ГГ Ну, смотри, стэм там Ну, скайп написал Добавь Печаль 2-1 статс Что-то Солар странное Решил предпринять Какой-то пуш издалека На вот этой карте Ну, не знаю Стат все понял Старгейт был у него После кунг-фу Посмотрим, наверное, парестримим Алима Игу Через 17 минут начнется Там интересный состав Туда в игру не попасть Там Бэйстрей ТВ Ну, 104-ю ждем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кого-то дропает сейчас Что-то непонятное происходит Новый хост Поехали... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кого-то ожидаем Мы заново Еще-то неудачная Эта серия В плане, конечно Вот этих всех дел Дропов Складывается Но с другой стороны Время как раз-таки Тянется Алима Лива Там пока начнется Все дела С мужем посмотреть С мужем посмотреть... Ну да, ты пришел Что-то solar начал сливаться Давай, что-то не скликнуем... Ну вот на вот этой карте Может, solarу надо попытаться Было сделать То, что он на предыдущей Сделал Ну какая разница На какой карте Если оппонент готов Ну там слишком далеко Идти все-таки Такими пушами Роучилингов Сообщение Проверь Свою Ну гудгейми Я тебе там ответил Че, че припелся Че, хочешь на стрим попасть? Ну давай, иди сюда Стандартное попадание на стрим Что ты там приуныл-то? Ну ладно, пошел Гулять Еще рано С тобой куда-нибудь идти Заскучал просто Чарлик, приперся К маме Пойдем на квартиру Туда домой Пойдем Сегодня К Маше Пошел отдыхать Скучно Что и говорить Может, пробочка-то поездила Разведывала хату Сейчас Готов Нексус Устаться Здесь у нас Линк один У Совара Бегает Что-то разведывает Адепт Видео Своим Линком не задел Хорошо Совар Оббежал Проходит На мейн Здесь Мазерпор Линка Встречает Если Статус Контролит То Линк Гэш Заберет Забирает Линка Не смог Он проникнуть На рампу Наверх Адепт Иллюзию На мейн Посылает Кстати Ничего Здесь Усов Ничего Шесть Линков В продакшене Ну Статус Видел Что один Линк Всего У Совара Но он Понимал Что Зерк Быстро Заказывает Линков Нормально Зерк Не будет Без Линков Вообще В лодке Сидеть Потому Что Есть Такий Юнит Как Адепт Адепты Встали На проход На этот Ну Опять же На таком Проходе Стоять Во-первых Иногда Линги Как-то Бывает Физика В Таркрафт И втором Такая Что Они Бывает Теснят Адептов Умудряются Между ними Просачиваться Там Грызть Их Очень Хорошо Плюс Они И так Даже Если Они Не просачиваются Будет Их Много Засыщищать На Лингов Смогут Грызть Ну Смотрите Пришел Стат Солвар Непонятно Какие-то Вещи Сейчас Делает Абсолютно Для меня Лингами Убежал В итоге Грызи Не хочу Так Здесь Адепт Надо Встречать На Разменялся Парабам Стат Плюс Третий Никс Пока Не Запиливает Старгейт У него Один А нет Второй На Мэнер Есть Старгейт Уже Так Здесь Линги Адепт Немножечко Напрягают Адепты Отступили Бэллинг Нест У Солара То же самое Что Снуд Практически Делал Получается Нужно Солару Делать Хотя На этой Карте Запись Кто С Не Видел Ребят Запись На Ютуб Выложу Смотрите На Минус Овер Феникс Слинги Старгейт Плюс Один Старгейт Ага Тут Еще Плюс Один На Феникс Старгейт Здесь Плюс Один Вообще Не Делал На Феникс Адептики Проходят Сейчас Посылает Старгейт На Минус По боевому Лимиту Что-то У Солара Совсем Печаль Какая-то Адепты На Вторую Заходят Линги Непонятно Где Бейлингов Вообще У Солара Нет Я вообще Не понимаю Что с Соларом Происходит В этой Игре Он Не Готов Ни К чему Вообще Здесь Феникс Начинает Королев Здесь Бомбить Вместе С Адептами Линги Все Новые Строятся Адепт Пробревает Сейчас Сразу Но Феникса Королев Тут Очень Жест Кусота Тем Не Менее Солар Все Еще Плюс И Парабам По контролю Линги Туда Сюда Бегают Не Может Нормально Законтролить Здесь Адепт Пытается Окружить Адепт Проходит На Ни Спорок Ни Хрена Не Был Все Позднее Какое Че Блин Чего Ждал Непонятно 80 80 По Алимету Кажется Мой Прогноз На То Что Солар Может Не Очень Работает Что Тут Стас Пока Может Я Королев Восстанавливать Сейчас Обязательно Королев Нужно Строить На Всех Хатах Нужно Оверов Восстанавливать Вроде Как Солар По Лимиту Стас Уже Там Серьезно В Плюсе Как Стал Оверсир Морфит На Мэйне Морфит Оверсир Адепты Идут Вперед Адептов Нечем Втретить Бэйнов Сейчас Солар Пилит 4 штучек 6 штучек Бэйнов Запилено Адептики Рядом Находятся Адептики Могут Иллюзиями Пройти Мимо Бэйнов Фениксы Могут Бэйнов Спокойно Поднять И Ничего С ними Не поделаешь Бэйлинги Проходят Адепты На рампу Врываются Солар Окружает Сразу Этих Адептов Но Лингов Слишком Мало Опять Солар Не готов Лингов Мало Инфесторы Не готов Бэйлинги Не могут Сквозь Фениксов Проникнуть Сюда А как Они Сквозь Фениксов Могут Пройти Линги Постраиваются Новенькие Сейчас Солар Пока Еще Держится Пока Еще По Экономике Плюс Там Третья Хата Уже Инфесторы В 7 Они Без Грейда А нет С Грейдом На Микос Микос На Одного Феникса Солар Нервничает Выкидывать На Одного Феникса Микос Так Врываются Врываются Сейчас Фениксы Прям На Пофиг Трех Инфесторов По спорке Забирают Один Микос Не может Спасти Было Три Еще Ладно Еще Один Микос Пошел Фокусит И Демеджинах Начинает Фокус Еще Один Инфестор С полной Энергии Погибает Королев Не Хватает Солар Просто Очень Сильно Сейчас Одного Еще Феникса Пробрил Инфестор Выходит Нужно Микос Кидать Микос Кидает Мимо Вообще Все Мимо В молоко Все Хайф Какой Пошел Вообще Такой Сумбур От Солара Стас Вообще Его Просто Опустил Здесь Двукратное Преимущество По потерям Просто Устаться Сейчас Третий Нех Начал Добывать Мейн Кончается Гитух Миллиард Добавляет Здесь Четвертая Хатка Пока У Солара Есть Шансы Фениксы Падают Фениксы Вроде Все Уничтожено Еще Три Инфестора Строятся Инфестора Линги Беллинги Здесь У нас Уже Архончики Сейчас Будут От Адепта Было Было У Стаса Скорость Атаки Адепта Он Уже Давно Убить Четыре Пилончика Здесь Пошло Чтобы Урывов Не Было На Третью К Четвертому Нет Собирается Стас Выходить Шесть Гитов Серьезно Сколько Вообще У Стаса А У Стаса Просто Три Три Гитана Данный Момент Было Плюс Шесть Сейчас Будет Газа Тысяч Накопилось Очень Много Будет Архонов Можно Заморфить Сейчас Инфесторы Новенькие Есть Только Три С Энергией Правда Фениксы Летают Четвертую Полетят Фениксы Вообще Нет Соллар Четвертый Кстати Приходит Стаса Забегает Наверх Стас Вообще Не Видит Этих Лингов Фениксы Прилетают Честно Четвертую Громить Соллар Стас Но Инфесторы Правда Подходят Линги В это Время Нексус Отменяет Спокойно Инфесторы Подошли Нужно Королев Прикрывать Их Три Штуки Здесь Будет Мимо Идут Куда Ты там Инфесторов Соллар Филды Хорошие Отстаться Даже Нексус Пас Четыре Архона Сразу Пилят Хорош Весь Газ Применил Лимита Больше Вот Так Лимит Вообще Хорош Спорки Здесь Пошли Но Ультралец Кеверн Второй Коготь У Соллар Ультра Конечно Здесь Может Зарешать Потому что Стас Эморгл Вообще Не Имеет На данный Момент Если Эморгл Куда Королевы Пошли Вот Это Что Куда Инфесторы Побежали Куда Идут Королевы Закупку Сделай В конце Концов Че Ты Ё-моё Какой Соллар Бомж Че Ты Бегаешь Ты Здесь Инфесторы Выкинут Но Поймал Ребятки Фениксов Молодец Еще Инфесторы Выкидывает Так Начинает Инфесторы Разваливать Фениксов Ну Хоть Прикрыл Хоть Я Не Знаю Хоть Выжили Они Но Всю Энергию Потратили Стас Идет Три Ультра Громит Просто Шинкует Фарш Просто Говно Просто Растоптали Архоны Засфаршировали Все Между Филдами Просто Просто Бетонная Мешалка Мешает Бетон Кровавый Раствор Просто Я не знаю Совор Пьет Самогон Ну Что Ребятки Али Малига Там Начинается Стоп Старт Давайте Я сделаю На сегодня Здесь Уже Все Абсолютно Точно В этом Турнире Так Не Оправдались Мои Надежды На Солора Но Кто Надеялся Молодец Стас В последнее Время Что-то Силен Дарк Только Слил В финале Ну В финале Дарк Ему Тоже Неплохо Играл Стоп Старт Делаю Все Прощаю Здесь Дарк